Библейский портал экзегет.ру представляет 25 глава пророка Исаии. Я читаю свой перевод. Я Андрей Лесницкий для библейского портала экзегет. Но вот это мрачные главы. Не нравится мне их читать. У Исаии такие есть красивые, прекрасные главы. Там песня о винограднике или пророчество о рождении чудесного младенца. А вот здесь из главы в главу одно и то же. Все будет плохо, все будет плохо, все будет плохо. Но приходится читать, потому что и в жизни оно не всегда очень хорошо. И вот 25 глава, она после этих долгих и скучных, будем честны, глав, которые говорят о том, что Господь всех накажет, Господь разрушит, Господь потрясет землю, вот все будет плохо. А в 25 главе не про свет, нет, не свет в конце тоннеля. То есть, ну, все будет хорошо. В 25 главе, скорее, смысл этих бедствий. «Господи, Ты мой Бог, и я восхвалю Тебя, возвеличу имя Твое, ибо Ты творишь чудеса, которые издревле замыслил. Воистину так». Какие чудеса? Наверное, всем процветание, наверное, всем удовольствие, развлечение, богатство, здоровье, мир. «Город Ты обратил в руины, обнесенные стеной в груду камней, ни жить нем и наплеменникам, ни отстроиться ему вовек». Хм, что же там хорошего? То есть, получается, бедствие. Смотрите, какой-нибудь Сталинград. Вот Сталинград, представим себе, город, обращенный в руины, в груду камней. Это что, Господь его разрушил? И если это так, то я что, должен хвалить за это Бога, прославлять его? За это? Может быть, за что-то другое? Давайте лучше скажем, что этот город разрушен жестокими захватчиками, врагами. А Господа мы восхвалим за то, что Он помог их нам победить, например, или за то, что Он помог отстроить этот город обратно. Нет. Нет. Ты творишь чудеса, которые издревле замыслил. Воистину так. Это включает в себя разрушение, это включает в себя бедствие, потому что у этого бедствия, этого разрушения есть своя цель в этой общей картине, в этом едином божественном замысле. Зачем все это делается? Так что почтят тебя, могучие народы. Города угнетателей страшатся тебя. Бедному ты убежище. Нищему защита от буря и тень от зноя. Так что ярость угнетателей разобьется, как ветер об стену. И как засуху в земле изнуренной, ты укротила на племянный гору. Гомон. Как засуху облаком накрыл. И песни угнетателей стихли. Разорение города. А здесь не сказано какого. В 24 главе была какая-то общая картина разрушения. Разорение можно применить более-менее к любому месту на земле. Везде же иногда такое происходит. И к любой эпохе человеческой. Потому что всегда какие-то города падают с жертвы разрушения. Всегда бывают землетрясения, голод и все прочее. И вот это все для того, чтобы могучие народы почтили себя. То есть ситуация, когда они понимают только силу, предполагает, что Господь воздействует на них с какой-то особой силой. С такой силой, что им не поздоровится и останется только сдаться на милость победителя. И вот тогда будет эта милость. На этой горе Господь воинству строит пир для всех народов. Лучшее мясо и вида. Пир с роскошными яствами и отборными винами. И вы знаете, можно даже это понять, как в других местах Господь устраивает для зверей и птиц пир. Это значит, что очень много убитых валяются всюду тела людей. И, соответственно, всякие хищные звери и падальщики найдут чем пропитаться. Но здесь пир для всех народов. Значит, все-таки, наверное, в положительном смысле. Пир как что-то хорошее, как что-то такое, что для людей, а не для воронов. А дальше совсем странно. Пир для всех народов, лучшие мясо и вина, пир с роскошными яствами и отборными винами. На этой горе он уничтожит покрывало, что легло на все народы, все племена накрыло. А такое есть покрывало, здесь, конечно, негативное значение, да, то есть что-то такое, что не дает видеть, что закрывает нас. Которое касается всех, вообще всех людей. Ну, в общем-то, только одно. Он навеки смерть уничтожит и сотрет слезу с каждой щеки. Удалит поношение от своего народа по всей земле. Смотрите, уничтожит смерть. Причем говорится о том, что смерть легла на все народы. То есть это касается всего человечества. И одновременно говорится про то, что он свой народ. Его избавит от поношения. Значит, вот роль Израиля, роль иудеев в этом замысле спасения, она какая-то особенная. Но он не только для них, этот замысел. Он касается абсолютно всех. И он касается человеческого рода. Может быть, и вообще мироздания, где царствует смерть. В тот день скажут, вот он, наш Бог, мы уповали на него, и он нас спас. Вот Господь, на которого мы уповали. Радуемся и ликуем, он нас спас. Как будто для двоечников, сами для себя, два раза повторяют самую основную мысль. Ну, видимо, потому что в это трудно поверить. Потому что человек склонен приписывать свои какие-то вот хорошие состояния собственным усилиям. Или игре случая, вот повезло. А здесь Господь нас спас. Рука Господня прибудет на этой горе. А Моав, он будет попирать, как попирают гриму с соломой. Моав, окрестный народ, родственники, но не очень близкие, с которыми сложные отношения. Ну, и, соответственно, на этой горе в Иерусалиме Господь будет, а Моав для него меньше значит. Вот все-таки в Ветхом Завете это постоянное сочетание универсализма. Всего человечества касается смерть, будет уничтожено. И вот такого провинциального национализма. Вот нет, это, конечно, касается нас, Моава нет. Это еще Ветхий Завет. Здесь только начинает раскрываться действительно этот масштаб всего человечества. Зато насколько яркие, интересные образы. И пусть руки раскидывает Моав, как пловец, когда он плывет, да, еще и там брасом плывет, да. То есть вот он совершает такие жесты загребающие, да. Пусть он раскидывает руки, только пловец отталкивает воду, а Моав, наоборот, собирает к себе богатства разные. Господь унизит всю гордость его, как бы ни были ловки его руки. Там немножко трудный перевод, не очень понятно, что. Но понятно, что Господь не даст ему этого всего загрести. А может, это связано как раз с унижением, с разрушением Иерусалима, с попытками соседей, в частности, муавитян, прибрать к рукам все, что там как-то плохо лежит. Могущие башни его обрушат, повергнет на земь стены и будут в пыли валяться. Ну а что будет делать в это время народ Божий в Иудее, мы прочитаем в следующей, 26 главе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok